Общественный фонд Казахстана Хылкана продолжает выплачивать деньги семьям погибших и раненым сотрудникам правопорядка в ходе январских событий. Это представитель Министерства внутренних дел и обороны, Комитета нацбезопасности и Республиканской гвардии. В общей сложности сумма выплат для этой категории составила 451 миллион тенге. Кроме того, материальную помощь оказали родственникам случайных жертв январской трагедии. Напомню, что в ходе беспорядков среди раненых и погибших оказались и несовершеннолетние. Семьям погибших выплатили по 7 миллионов тенге, а близким тяжело раненых детей по 3 миллиона каждому. Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составила 44 миллиона тенге. Кроме того, в фонде сказали, что выделили почти 10 миллиардов тенге для приобретения самого дорогого в мире лекарства для лечения орфанных заболеваний. Ну и здесь я напомню, что фонд «Казахстан-Халкина» поручил создать президент едва ли не сразу же после январских событий. Идея фонда – выделять деньги на решение проблем в здравоохранении, образовании, социальной поддержке. Ну а перечислять деньги в фонд должны были крупные предприниматели и, цитата, состоятельные даже по международным меркам граждане. Насколько соответствуют цели и задачи фонда, установленные тогда концепции, кому за эти почти 3 месяца уже удалось помочь, кроме семей силовиков и детей, мы пытаемся узнать. Сегодня у нас в гостях Лиза Чингисбаева, заместитель председателя правления фонда «Казахстан-Халкина» Затана Томбековна. Добрый вечер. Добрый. Спасибо, что согласились сегодня ответить на вопросы по вашей работе. Все помнят, в принципе, предысторию создания фонда. Скажите, с какой периодичностью в фонд сегодня поступают деньги? Ведь президент сказал, что вот эти крупные предприниматели должны, ну, грубо говоря, делиться с народом. Они это делают? Ну, сегодня, наверное, не так уже активно, как в самом начале формирования самого фонда и после того, как президент призвал помочь через этот фонд. Но, в целом, я думаю, что это был, наверное, бюджет, предусмотренный на этот год у тех или иных крупных компаний для социальных каких-то проектов и, наверное, для благотворительных. Поэтому у каждой компании свой бюджет определенный. Наверное, я думаю, что в первую очередь было поступление, смотря из этих утвержденных бюджетов. То есть ничего крамольного вы здесь не видите? Они дальше будут делиться? Да, я думаю, что каждый бизнес заинтересован развивать тем более крупный бизнес в стране, где благополучие и, в принципе, социальные проблемы решаются. Была ведь не очень хорошая практика, когда фонд начали перечислять деньги бюджетники, вы это помните. Сейчас это искоренили уже? Да, конечно, мы сразу отреагировали. То есть мы дали понять, что это особо много проблем не решит, в первую очередь. А во вторую очередь, наверное, все-таки здесь концепция фонда чуть-чуть другая, нежели просто какой-то благотворительный фонд. В СМИ вот выходила информация, что фонд выделяет деньги детям. И сегодня мы буквально об этом говорили на дорогостоящее лечение. Вы можете сказать подробнее, о каком лечении идет речь? Что это за лекарства? Самые дорогие лекарства в мире, да? И действительно так? Откуда их закупаете? Как конкретно механизмы это происходят? Да. Дело в том, что сейчас буквально терапию получил один из четырех детей. Думаю, если все будет как планово, до 8 апреля получат все четверо детей. Это самый дорогой в мире укол, который вошел по стоимости в книгу рекордов Гиннеса. Один укол стоит 1 миллиард тенге. Один укол, 1 миллиард тенге для ребенка. Да. О какой болезни идет речь? Речь идет о лоспинально-мышечной атрофеи. Это генетическое заболевание. К сожалению, есть такая тенденция, что она у нас начинает проявляться. И сложность была в том, что препарат не зарегистрирован в Казахстане. Поэтому его было невозможно приобрести с помощью фонда. Эта процедура начата. И я более того хочу сказать, что это не просто такой укол, который пошел в аптеку и купил и применил. То есть там сам производитель, это компания Навартис, она находится в США и Цари, и это единственный производитель этого препарата. И укол готовится индивидуально под пациента. Почему? Потому что прежде чем его изготовить, они запрашивают полные данные, анализы и других моментов, чтобы это было в таком формате. То есть его применить другому пациенту невозможно. Он буквально именной. И понятно, что мы заключаем контракт с самим производителем. И на базе ЮМС, Центр материнства и детства, он по специфике как раз является научным, национальным научным центром. И, конечно, его нам определило Министерство здравоохранения. Я хотела бы сказать, что в целом этот центр ни копейки финансирования от нас не получил. Все то, что они подготавливают ребенка, потому что это месяц буквально готовит каждого ребенка. И применение. Почему? Потому что это очень сложная процедура. И база должна быть готова к этому. И сама реабилитация, это тоже не из легких. Поэтому мы хотели бы, чтобы все-таки наши граждане выдержали некоторое терпение, чтобы, самое главное, благополучно применить эти препараты на пользу нашим деткам. И чтобы они наконец-то выздоровели. Ну, о прозрачности работы мы еще поговорим. Вы говорите, 4, да, ребенка получили этот дорогой? Да, по миллиарду. Он насколько эффективный? Сколько таких уколов, в принципе, нужно одному ребенку? Одному ребенку один укол. Достаточно? Да, ну, это вот сам производитель и, в принципе, экспертно-консультативный совет, который создан в Премии Здравия. Там компетентные специалисты, эксперты в составе, так и зарубежные есть специалисты, которые заседают и в роли консилиума выносят это заключение, что именно этому ребенку этот препарат показан. Вообще не секрет, что вот сколь бы щедрой ни была благотворительность, всегда будут критики. Всегда, но в первую очередь те, кому по разным причинам в помощи было отказано. Вы уже с такими фактами сталкиваетесь в работе? В целом, я думаю, что если бы каждый внимательно изучил на нашем официальном сайте саму концепцию, там чутко-ясно прописано, кому какую помощь оказываем. У нас все это утверждается попечительским советом, и мы в обязательном порядке размещаем на нашем сайте. Но и подача заявки самой производится онлайн, то есть у нас нет никакого физического контакта, мы, в принципе, видим только один номер этого заявителя и его просьбу. Конечно, было бы очень хорошо, если бы каждый, внимательно изучив, не торопясь, провалившись в каждое поле, выбрал нужное направление и правильно описал, прикрепив свои документы. Потому что очень много времени уходит на обработку тех или иных заявок, которые просто некорректно поданы. Ну а тут ведь такой вопрос, все ли корректно поданные заявки будут вами изучены, и все ли эти люди получат помощь? Да, я хочу сказать, сегодня около 35 тысяч обращений есть со всего Казахстана. Какие это обращения? Ну, порядка 10 тысяч, это в целом люди поднимают вопрос жилья, ремонта жилья, бытовые условия и так далее. То есть это то, что мы не рассматриваем, поэтому мы сразу вынуждены ожидать обратную связь через личный кабинет заявителя о том, что в нашей концепции это не предусмотрено. И, конечно же, очень много обращаются по развитию бизнеса, то есть говорят о том, что хотели бы на оборотку получить или там на погашение кредитов, или там на стартапы и так далее. То есть эти моменты мы тоже не рассматриваем. Дело в том, что мы объясняем нашим обращающимся гражданам о том, что есть какие-то государственные программы, есть те направления, которые предусмотрены государственными органами, и мы не можем их заменить или подменить, это нужны огромные бюджеты. Поэтому мы больше обращаемся, чтобы они понимали, что есть определенные направления, и по этим направлениям лучше сформировать свою заявку верно. Ну, разбивка у вас есть какая-то определенная? Столько-то миллионов, миллиардов мы направили там на лечение, столько-то мы направили на какие-то другие нужды, если можете сказать? Если говорить по разбивке, то сейчас определяется в первую очередь, это вот то, что вы сказали, в приоритетности здоровья. Почему? Потому что порядка, наверное, 60% тех заявок, которые мы приняли в работу, они заключаются именно по обращению в здоровье. Но есть вопросы, которые требуют тщательной проработки. Допустим, это такие моменты, как трансплантация, которая у нас не развита, онкология, онкогематология и так далее. Для всех этих направлений мы обязательно каждую часть прорабатываем с тем или иным компетентным органом Министерства здравоохранения, потому что мы не можем быть специалистами в разных сферах и в целом во всех сферах. Ну и помощь таким людям идет, даже самым сложным диагнозом. После того, как те или иные механизмы проработаются совместно, где бюджет Министерства здравоохранения покрывает, мы туда не вмешиваемся. Где недостающая часть, то мы подключаемся. Как решаете, в принципе, кому давать деньги, кому не давать деньги? Какая-то комиссия, вы сказали, есть, да? Но если те или иные направления, у нас при фонде созданы экспертные комитеты. Это консультативно-совещательный орган совершенно от независимых наших экспертов, которые не состоят в нашем штате. Любой желающий, который хотел бы стать экспертом, он может подать заявку и включиться в эту комиссию, и просматривать, какие заявки поступают и какие решения принимаются. По поводу прозрачности вернусь. Сегодня в соцсетях, опять же, была критика ваша, что UMC вы финансируете якобы. Но вы уже сказали, что это абсолютно неправда. Вы знаете... Я к этому вопросу. Как, в принципе, прозрачности обеспечиваются вашего фонда? Смотрите, так как это очень сложная процедура применения золген-сма, препарата этого укола, необходимо, чтобы была четкая оборудованная база. Это все критерии, которые выставляет сам производитель компании «Анавартис». Они смотрят, что база насколько готова к применению этого препарата. И оборудована ли она по тем стандартам, которые необходимы. И в данном вопросе нам помог Министерство здравоохранения. Почему? Потому что именно они определили. И это... Я еще раз говорю о том, что это национальный научный центр. И именно по этому профилю у них это все предусмотрено. Но по UMC понятно. А в целом, если очень коротко, времени совсем мало, вас как-то мониторят? Обязательно. Мы просто могут возникнуть вопросы, почему нет пока информации о том, куда расходуются деньги. Я хочу объяснить, что все заявки, они достаточно сложные. Поэтому прежде чем выделить финансирование, проходят определенные этапы и принятие решения. И далее даже международный контракт, его нужно сначала заключить, зарегистрировать, а потом уже выделять финансирование. Поэтому сейчас мы начнем с того, что мы будем размещать информацию, кому какие деньги выделены. Но самое главное, что помощь уже пошла и что она начала доходить. Обязательно. По-моему, уникальные, на самом деле, примеры с этими уколами дорогостоящими. Кто бы мог подумать, что такая цена, и наконец-то удается решить. Благая эмиссия у вас, спасибо. Я желаю удачи вашему фонду. Вам лично, Лиза Чингизбаева. У нас была в гостях зампредправления фонда Казахстана Халкана. Спасибо. Благодарю. Мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.